Глок это, наверное, один из самых известных в мире пистолетов, которые многие из нас видели как на киноэкранах, так и в различных играх. И для нас он уже стал символом надежности, потому что его используют военные и полицейские подразделения во всем мире. Но что если я вам скажу, что тот самый Глок, который мы видим повсеместно, на самом деле является далеко не идеальным оружием, у него тоже есть ряд своих минусов. Стало интересно про них услышать? Тогда ставь лайк и обязательно смотри ролик до конца. Если ты хочешь начать зарабатывать деньги в телеге, то на канале Матвея ты узнаешь про самые прибыльные ниши, самые быстрые способы развития своего телеграма, узнаешь сколько можно зарабатывать на постах в разной тематике и как можно развить свой телеграм-канал полностью с нуля без серьезных вложений, превратив его в постоянный источник дохода. На канале у Матвея ты узнаешь как правильно делать посты, как и за сколько можно продавать и покупать рекламу, и сколько можно заработать на продаже телеграм-каналов. Стало интересно? Тогда переходи по ссылочке в описании. Первый пистолет ГЛОК появился в конце 1970 года, когда Гастон ГЛОК, не имея опыта в производстве огнестрельного оружия, впервые услышал о конкурсе на создание нового пистолета для нужб австрийской армии. В то время, когда другие компании конструировали пистолеты из традиционных материалов, Гастон решил применить инновационный подход. Он использовал в основе не металл, а полимерные материалы, которые были легче и более стойки к коррозии, тем самым установив новые стандарты для промышленности стрелкового оружия. Что интересно, самый первый пистолет компании назывался не ГЛОК-1 или ГЛОК-2, а ГЛОК-17. Новое оружие отличалось своей надежностью, легкостью обслуживания и точностью. Пистолет состоял всего из 33 деталей, включая сам магазин, поэтому любой стрелок мог полностью его разобрать, менее чем за минуту. А это в свою очередь было критически важным фактором для военных и правоохранительных структур. Но самое удивительное, этот пистолет был еще и простым в использовании. Но успех не пришел так уж легко. Гостон столкнулся с немалыми трудностями и препятствиями во время создания этого пистолета. Он перенес множество испытаний и ошибок, но это никак не повлияло на его стремление и веру в свою идею. Зато сегодня этот пистолет используется повсеместно, а в умах жителей, например, США, он считается чуть ли не лучшим пистолетом. Однако и в нем скрываются достаточно серьезные недостатки. Какие? Давайте разберемся подробнее. Начнем с того, что хотя ГЛОК-17 и является одним из самых популярных пистолетов, его универсальность иногда может стать и минусом. Подойдет ли он каждому стрелку – достаточно хороший вопрос. Рукоятка пистолета не заменяется, так как является частью монолитного корпуса пистолета. А для многих стрелков именно удобство хвата пистолета будет основным фактором при выборе оружия. К примеру, если ваша рука слишком большая или маленькая, то все это будет сказываться не только на точности стрельбы, но еще и на способности стрелковым контролировать отдачу. Еще многие обладатели ГЛОКа жалуются на покрытие пистолета, ведь оно становится скользким при любом попадании влаги на руки. Будь то погодные условия в виде дождя или собственный пот, который, естественно, будет выделяться при выбросе адреналина во время перестрелки. Ну и сами насечки рукоятки под пальцы не всегда совпадают с хватом оружия стрелка. А это значит, что перед использованием или покупкой придется очень долго ощупывать и примерять данный пистолет со всех сторон. Далее поговорим про целеуказатель. Вроде бы обычный прицел, как у всех пистолетов ничего особенного. Посмотрел на переднюю планку, визуально свел ее с мушкой в центре и делофта. А вот пользователи ГЛОКа выделили целый список проблем, с которыми они сталкиваются. Для начала стоит сказать о слишком жирном П-образном целике, который захватывает все внимание. И вместо того, чтобы сфокусироваться именно на мушке, первое, что вы видите, это огромную перевернутую букву П. Далее вы, естественно, пытаетесь сравнять ее с мушкой и снова беда. Мушка слишком широкая, а точка на ней слишком жирная. И по задумке пистолета выстрел будет направлен именно в ту точку, которая нарисована на мушке. Но проблема в том, что вы вообще не видите, что же находится за этой точкой. Потому что мушка и целик закрывают абсолютно весь обзор. Из-за этой проблемы большое количество стрелков с непривычки начинают прицеливаться чуть ниже, чтобы хоть как-то попытаться увидеть цель. Вследствие этого и выстрелы тоже приходятся ниже, чем задумывалось. Но и это еще полбеды. Сам целик пистолета никак не закреплен на пистолете. Обычно в большинстве оружий целик либо является частью конструкции затворной рамы, либо крепится к оружию на специальный болт. А вот в ГЛОКе он просто вставляется сбоку в пазик и никак не закрепляется. Итог один. При выстреле целик может спокойно смещаться влево или вправо. Что в конечном итоге полностью сбивает прицел стрелка и может повлиять как на точность стрельбы, так и на выживаемость самого пользователя пистолета. И если учитывать то, что больше 50% закупки вторичных видов оружия для госструктур США приходится именно на ГЛОКе, то скорее всего полицейские вынуждены самостоятельно дорабатывать свое табельное оружие. А вот что доработать не получится, так это предохранитель, которого в ГЛОКе нет. Ну если быть точнее, в нем я классического предохранителя, который нужно сначала отодвинуть перед выстрелом. Вместо этого в ГЛОКе используется система двойного спускового крючка. Внутри этого крючка расположен еще один, на который нужно нажать, чтобы вы смогли нажать уже на основной. И с одной стороны, для тех же правоохранителей это достаточно удобно, ведь ты просто выхватываешь пистолет из кобуры, как в каком-нибудь вестерне, и можешь моментально произвести выстрел. Но другой стороной медали являются те случаи, когда у полицейских выхватывают пистолеты, и без какой-либо дополнительной подготовки могут выстрелить в самих полицейских. То есть преступнику даже не нужно разбираться в видах пистолетов и их технической составляющей, а достаточно просто спустить курок. К этому же пункту можно отнести и случаи, когда плохие родители забивают на безопасность окружающих и хранят свое оружие где попало, а потом их какой-нибудь десятилетний сынок находит батин пистолет и случайно выстреливает из него. Поэтому встроенный предохранитель ГЛОКа не может являться положительным примером универсальности. Ну и еще пару слов про те самые полимерные материалы. Хоть сам по себе пластик делает пистолет легче, однако сам по себе пистолет разрабатывался под нужды определенного климата. И например, если бы такое оружие хотели придумать в странах СНГ, то в сторону полимерных материалов смотрели бы с особой осторожностью. А все дело в том, что полимерные материалы, в отличие от металла, при высокой нагрузке могут начать разрушаться. И если, скажем, температура окружающей среды будет приближаться к минус 30 или минус 40 градусов, то в какой-нибудь Сибири из данного пистолета пострелять может и получится. Но вот из-за условий климата надежность конструкции начинает резко падать. И вполне возможен такой исход, что отстреляв пару сотен патронов, конструкция пистолета может просто потрескаться. А это в свою очередь уже будет угрожать безопасности владельца пистолета и окружающих. И конечно идеального оружия не бывает, как и не бывает ничего идеального. Поэтому ГЛОК, несмотря на огромную народную любовь в США, все равно остается достаточно спорным пистолетом. А про какие недостатки других пистолетов вы знаете? Напишите об этом в комментариях и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Если ты хочешь поиграть в самые последние крутые игры, тогда переходи на мой личный сайт Weapons Games. Здесь ты можешь приобрести все самые топовые игры и последние хиты и активировать их прямо на своем Steam аккаунте, несмотря ни на какие ограничения по локации. Покупай игры здесь и запускай их спокойно на своем же Steam аккаунте без каких-либо проблем. Но еще здесь все самые последние игры можно получить до 10 раз дешевле. В режиме кейса. Да, тебе не всегда будет выпадать именно эта игра, но если тебе повезет, ты очень сильно сэкономишь. Ну а с пустыми руками ты в любом случае не уйдешь и можешь получить себе какую-нибудь другую игру. Испытай свою удачу и играй в лучшие игры до 10 раз дешевле. Ну а потом ты можешь взять номер своего заказа, перейти в раздел раздачи и там абсолютно бесплатно получить какую-нибудь топовую игру, которые постоянно разыгрываются. Так что переходи на Weapons Games по ссылочке в описании. И играя в последние игры по самым сладким ценам. Субтитры сделал DimaTorzok